Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухонном мини-тесте формат сегодня простава, то есть формат офисная нарезка, скажем так, не будет курицы. Ну, что касаемо конкретно синей птицы, я совершенно не сомневаюсь в том, что этот нож с курицей справится на ура, потому что тонкий, лёгкий, узкий клиночек совершенно так спокойно всё это разрежет. А вот как раз-таки с офисной нарезкой посмотрим, как дело пойдёт. Женщина – друг человека, как говорится. И так как нож у нас сегодня дамский от кузницы Назарова, соответственно, тема разговора академическая, скажем так. Женщина и нож. Или женский нож, или как угодно говорите. Сегодня я очень много каких-то личных, личностных моментов вам расскажу. Это, помните, как иногда бывало так, что формат разговора такой, что я чуть ли не как к психологу прихожу и рассказываю больше о частном, чем об общем. Потому что как раз-таки об общем я бы хотел у вас услышать. И просто ответьте на один вопрос в комментариях, если не лень. И опять же, я не развожу вас на то, чтобы вы отвечали, повышая количество комментариев для того, чтобы видео стало популярнее и прочее, чтобы рейтинг вырос. На хрен. Нет. Это совершенно не для этого. Просто кому не лень, ответьте коротко или развернуто. Вот, ваша вторая половинка. Или если у вас нет второй половинки, то ваша мама, ваша соседка, ваша дочь. Носит ли она нож с собой? Не просто там на кухню или куда-то там для какой-то именно работы. А как в EDC формате. Носит ли ваша женщина нож? Использует ли она нож? Поехали. На самом деле, у нас начнем с картошки. Сегодня не будет лука, ребят. Знаете почему? Жалко. Ну, я понимаю, что он все равно порежет лучок. Здесь, ну, действительно, формат клинка-то чуть ли не овощечистка. Просто жалко, что, ну, от чего, от чего. А от лука точно сразу же буквально зацветет дамаск. Ну, не хочу. Не хочу портить внешний вид. Так что я думаю, что вы мне это простите. А если нет, то, то как бы, ну что, ничего страшного. Я это переживу. Ладно, погнали наши городских. Что хотел сказать? Вот у нас немножко в группе Архадыр ВКонтакте жизнь стала чуточку, капельку более блеклой. Потому что один очень хороший Степан перестал постить свои коллекции, которые он раньше публиковал. Хороших, качественных фотографий, где у женщин ножей или какого-то металла было больше, чем одежды. И я могу сразу сказать, что эстетизму в этих фотографиях было гораздо больше, чем эротизму. Но эротизм, конечно, тоже присутствовал. Но при этом я совершенно спокойно. Я не знаю, там, опять же, какие-то были, может быть, разговоры, особо сильных возмущений я не испытывал. Вот если женщина в офисе начнет этим ножом чистить картошку, она бы просто королева эпизода. Потому что на самом деле чистить очень приятно именно за счет того, что клиночек... Блин, нож ни хрена не весит вообще. Ну так вот, Степа публиковал полуодетых женщин с ножами в руках, с саблями, с мечами, с какими-то еще металлическими приблудами. И вот, несмотря на то, что я откровенно верный муж, я ничего в этом плохого-то не видел. Почему? Потому что, ну, если кому-то хочется посмотреть на сиськи ради сисек, он посмотрит на это в другом месте, где это все будет гораздо более выпукло показано, без всяких там ножиков, без всяких там прикрытых, полуприкрытых прелестей и прочее. То есть, ну, я считаю, что зря перестал. Надеюсь, что все это все-таки вернется именно как некая острая приправа к нашей замечательной и очень интересной жизни в группе, к нашему действительно продуктивному общению. И что еще хочу сказать? Вот, мне интересно. Сейчас у Суприма проходит новогодний конкурс. Походу, Витя Огрэ задолбала то, что когда делают новогодний конкурс с ножами Суприма, там происходят самые разнообразные махинации. В одной из них участвовал я. То есть, я совершенно честно признаюсь, что два года назад без каких-либо позывов совести я сделал в нашей группе вброс о том, что, да, я поместил фотографию, неплохую, кстати говоря, фотографию, в альбом. И призвал голосовать за меня, объяснив совершенно очень просто, потому что не было Маламута еще в продаже, а он был призом зрительских симпатий. Я совершенно цинично сказал, ну, нож сразу же идет на обзоры, на тесты. Кому интересно, голосуй. Меня, конечно, обвинили в подтасовках и прочее, но я сказал, что все-таки пускай это будет на моей совести, я особо на этот счет не парюсь, потому что тесты все-таки были самые первые, и обзор был первый, поэтому почему бы и нет. Ну, в общем, походу их задолбало это, и они сейчас сделали новогодний конкурс снегурочек. Снегурочки там самые разнообразные, с ножами и с кинжалами и прочее, прочее. Вот мне интересно, когда эти снегурочки выиграют свои ножи? Во-первых, какие ножи будут интересны? Я потому что запамятовал, если Витя это, кстати, вырезает глаза у Картофана, это еще одна прелесть данного ножа. Вообще, какой, вы знаете, изящнейший ножик, назвали дамским, спрятали его в красивую деревянную рукоять, красивым коричневым акрилом, все это дело зафиналили около клинка, там, я не знаю, поставили дамаск и прочее, прочее, и что? Чистит Картофан, никакой романтики. Ну, так уж бывает, что делать? Так, как я уже сказал, лука не будет, не просите, потому что лук это сразу же, я вот сейчас ожидаемо смотрю, что у меня от Картофеля уже немножко здесь вот на клинке, и это нормально, это абсолютно на всех дамасках было, чуть-чуть такое светлое пятно появляется, но так или иначе, я думаю, что баллистолом пройдусь или еще как-то поколдую, может быть, это удастся сделать, а вот если лук начать нарезать, то он просто-напросто станет рыжим, вот и все. Именно не ржавым, а просто цвет поменяет дамаск, ну его нафиг, этот лук. Так вот, когда они выиграют, эти снегурочки, свой конкурс, вот мне что-то подсказывает, что если там ножи будут такие прикольные, в нормальных сталях, то мужики-то у них просто отожмут эти ножи и все. Ну так вот, нож в жизни женщины, или женщина с ножом в жизни мужчины, или как угодно называйте, в общем, примерно что-то такое у нас наблюдается. Могу сразу сказать именно о своем личном опыте. Вот у меня Юля, она у меня просто замечательная. Я действительно реально обожаю свою жену. И с учетом того, что я имею некоторое отношение к ножам, я всю дорогу, еще задолго до того, как появился канал, как ножей в моей жизни стало в разы больше, я стал обзорщиком и прочее, прочее. Нет, задолго до этого я ее соблазнял, смущал самыми разными ножиками. Я не знаю почему, наверное, именно из-за своей любви к ножам, а если кто не знает, я это говорил неоднократно, у меня Юленция, она не любит ножи. То есть она вообще к ним настолько прохладно относится, что как бы от слова совсем, от слова абсолютного. И мое увлечение, она просто, ну, именно что терпит. Есть у мужика увлечение, но зато не пьет, как говорится. Хотя, как раз таки, пьет, ну, хоть не запойно, хоть не казино, пускай хотя бы ножики там или еще что-то. Все-таки, все-таки как-то это компенсируется нормальными отношениями в семье. И весь прикол в том, что сейчас, ребята, вы просто зашатаетесь, чем же я ее соблазнял? Я ей предлагал лимитированный спайдерка Леди Баг. Я ей предлагал лимитированный спайдерка Драгон Флай. Это именно вот те самые редкие ножи, где на клинках были рисунки. Или там, где, если вы помните, шли вместо накладок такие узорчатые, металлические, вырезанные, очень-очень красивые такие рукавицы. То есть, ну, там даже сомнений не было в том, что этот нож именно что женский. Ну, тяжело даже педика представить себя с таким ножом, потому что он реально женский. И вот показывал и рассказывал. Говорю, смотри картинки. Специально находил такие картинки, где не было цены этих ножей. Потому что я готов был отдать за лимитку тот же самый Драгон Флай денег, которые эквивалентны стоимостью двух миль. Просто только для того, чтобы моей любимой женщине был красивый нож. Нет, не надо. Опа. Ну, довольно ощутимо трижды подскользнулся. Что есть, то есть. И здесь это дело продолжается. На самом деле, сейчас по паприке посмотрим, потому что, по идее, конкретно на этой помидорке скользить не должно. Она более-менее плотная была. Окей. Потом я не успокоился и не отстал. И я начал предлагать ей виксики. С такими, понимаете, ну, у виксов ведь есть реально трогательные на самом деле рукояти. Там всякие с ромашками, там еще с чем-то. То есть, действительно, по-настоящему. Так. По техническим причинам пришлось сделать паузу. Ну, так вот. О чем я говорил? О том, что, то есть, ну, виксики. Ну, вы знаете, какие виксы бывают. Там действительно замечательные накладочки на рукоять. Действительно, такие прямо. Всякие разные няшные, мультяшные, девчачьи. Мимо. Никак. Ну, вот у меня на самом деле получается, что паприку, вот такой, я не знаю, записывать это в читинг или нет. Но факт в том, что я сперва вот так вот ее, как бы, продавливаю и потом дальше дорезаю. Если резать именно вот как резать, без вот первого этого движения, то все-таки чуть-чуть подскальзывается. На самом деле, я так думаю, что заводская заточка, видите, может там, опять же, где-то на выставках резать, потому что буквально со стола на выставке забрал нож. Но можно было бы, конечно, чуть-чуть ее довести. Немножко так вот сделать полежочный, скажем так. Ну, и что. Дальше эпопея продолжается тем, что приезжает в гости один замечательный человек не так давно. Вредный, конечно, такой говнистый, но замечательный. И очень талантливый. Вот. Презентуют Юле зеркальце женское. Очень красивое. Там эмаль, все дела, там, туда-сюда. Значит, и небольшой ножичек. Просто охренительно красивый. Просто, просто потрясающе красивый ножичек. И, собственно говоря, тоже так вот, вот, есть дамский, и дальше некуда. Ну, не мужской, я бы. Я вижу, что он ей нравится. Он ей реально нравится. Но она его все равно не носит. Он ее лежит вот в вещах, там, где всякие, там, в общем, где женские всякие вещи. Так, моцарелла. Вот как моцарелла идет, мне очень нравится. Скорее всего, спуски ее как-то так подраздвигают. И получается, что, несмотря на вот такой вот рисунок нарезки, блин, как на таком тонком поднять-то? Царелла, такой рисунок нарезки, который идет волнообразный. А на самом деле, самое главное, то, что у нас вот эти вот именно круглячки не передавлены. Они у нас такие получаются цельные. То есть, даже это не помогло. Но я ее спрашиваю. Ну, хорошо. Почему ты не носишь нож? Она мне отвечает. Потому что не хочу. Потому что он мне не нужен. Ну, как так? Говорю, ладно, окей. Я не буду там с точки зрения, что я считаю, что нож нужен там, или еще что-то. Это в конце концов, в мое мнение. Ну, вот почему он тебе не нужен? Она говорит, ну, во-первых, я говорю, девушка, зачем мне нож? Она говорит, нож у тебя есть. Я говорю, а если меня рядом нет? Она говорит, ничего страшного. Значит, без ножа. Я говорю, ну, хорошо. Но все же. Какие причины? Она говорит, понимаешь, если воспринимать нож как предмет, которым я могу защититься, то тут этого, не дай бог, от какого-нибудь злого человека тут же поправляется. Хотя этого никогда и не случится. Ну, я надеюсь, что, дай бог, и не случится. Она говорит, я понимаю, что в какой-то критической ситуации я его просто не найду в сумочке. То есть, я даже не буду искать, я даже не буду заморачиваться на эту тему. То есть, с той же самой, кстати говоря, по той же самой причине было отказано в покупке газового баллончика. Она говорит, я просто буду делать то, что ты сказал. Я буду орать и убегать. Все, что остается. Я не собираюсь принимать какие-то решения, доставать какой-то там газ или нож или еще что-то. Хорошо. Думаю, хотя на самом деле, не дай бог, конечно, кому-нибудь вот так вот подойти с какой-нибудь целью, потому что представить свою жену напуганной именно с точки зрения вот кем-то, вот каким-то человеком, то есть, не напуганной там за ребенка, за меня или еще какие-то моменты, а именно вот с точки зрения, что кто-то ее напугал. Я, честно говоря, не могу, потому что у меня очень боевая хохлушка жена. Она реально, и я ее иногда опасаюсь, и удар поставлен, и самое главное, понимаете, мне кажется, что вот если говорить о женской какой-то психологии, есть люди, есть женщины, которые, ну она реально в какой-то момент она просто остается отчаянная. Не отчаявшаяся, а отчаянная. То есть, реально тигрица. Тигрица, я ее так и называю, я ее тигрица и называю, потому что она может просто прийти в какую-то, просто как берсерк, только женщина маленькая. Очень миниатюрная девушка. Ну, бля, реально вот, бывают моменты в жизни, когда я ее просто стороной обхожу. И какие-то вот такие вот вещи, когда она говорит, но еще раз повторюсь, дай бог, чтобы никогда такого не случилось, даже вот в мыслях не хочу крутить. Я говорю, хорошо, а EDC? Она говорит, как же ты заманал своим EDC? Я говорю, ну вот, все же, почему? Он говорит, ну я не хочу в сумочке лишнюю тяжесть таскать. А это еще один момент приколоться, потому что у нее сумочка такая, что, причем она категорически запрещает мне, там, как бы она не устала, она категорически запрещает мне таскать ее сумку. То есть, просто это вот, опять же, сразу праведное негодование, просто потому что, говорит, ну ты что, издеваешься, что ли? Сумка женская, а ты мужик, сейчас будешь за мной ходить. И она, конечно, вслух ничего не говорит, но если мы видим где-нибудь в торговом центре, как идет какая-нибудь бабенка, а за ней идет вот эта бедолага с женской сумкой, ну, у меня у жены на лице все написано, что она думает по этому поводу. Как правило, это действительно комично выглядит, хотя, с другой стороны, я не против. Носит и носит, пускай носит. Так вот, у нее сумка весит. Я, если запихаю вот в тактическую, вот в эту вот, слингпак, там, кучу всяких вещей и прочее, прочее, мне никогда настолько весить не будет, как ее дамская сумочка. Это просто, то есть, у тебя ежедневник, там, чуть ли не полкило, и это нормалек. Но при этом нож, который весит, там, не знаю, 50-70 грамм, 100 грамм, как вот этот вот. Причем этот-то уже не маленький вообще. 105 миллиметров клинок не волнует. В общем, не убедить. Ну и, о, начал обухом резать. А ведь твердый же, не твердый, трезвый же. И оговорочка такая. Что-то не то. Так. Возможно, в кузнице Назарова немножко вот именно не стали его... Тут два варианта. Или и врезали на выставках что-то, потому что кромка чувствуется, нож-то острый. Но вот самый немножко не дотягивает, вот, ну, не скарпель, короче говоря. Или они его спецом не стали выводить в бритву именно с точки зрения выставки. Или... Ну, почему? Потому что ХРЦ много. 60... Сейчас не помню с головы. 63, по-моему, они заявили твердость. Ну, и не стали лишний раз... Рисковать. Моё личное убеждение, если... Такой вот нож именно, который вот такого аксессуарного типа, спрятанный там в палочке, и... Какой бы вы не ставили ему задачи, какие не ставили задачи, его нужно вытачивать в скальпель, реально. Он должен резать воздух просто со свистом. Рассекая, воздух должен резать. Надо сказать, что... При всём при том, что рукоять здесь просто вот симметричная палочка, совершенно никаких неудобств не испытываю. Колбасня, как вы знаете, вот эта вот, она твёрдая, она плотная, очень чувствуется, конечно, вогнутые спуски, но идёт, режет, режет совершенно достойно, совершенно на ура. То есть, как бы, с какой стороны бы я ни подошёл, причём действительно неоднократно предлагались шедевральные ножи, именно жиленские ножи, которые прям вот... Но они действительно мимимишные. Хоть бы хрен вообще. Никакого. Я говорю, а как же ты вскрываешь там упаковки, верёвочку перерезать там или ещё что-то? Он говорит, правильно, для этого у меня есть маникюрные ножницы, всегда с собой маникюрный набор. Я говорю, хорошо, а если порезать какие-нибудь продукты? Он говорит, я не покупаю продукты, которые нужно резать. Я говорю, а если тебе нужно порезать булку? Так получилось. И рядом нет офисной кухни, рядом нет ножа. И, предположим, не было в магазине уже нарезанных булк. Что, в принципе, в Эстонии невозможно, потому что в Эстонии, вот мне для тестов, чтобы найти хлеб непорезанный, мне приходится специальный хлеб покупать, выпеченный, потому что у нас тот хлеб, который лежит на полках в магазинах, он абсолютно весь порезан. Без исключения. Всё нарезано заранее. В общем, эта баталия, она продолжалась довольно долго, ничего не добился, но я понял. У неё своё видение, значит. Хотя, есть женщины... Опять же, вот, мне не хватает статистических данных. Надеюсь, что вы мне их дадите. Потому что я не знаю, сколько прекрасных половинок в нашем, например, сообществе, вот, среди людей, которые смотрят это видео, носят с собой ножи. Именно не просто, чтобы муж отстал. А вот так вот. Вот я спросил, сейчас на скорую руку... на скорую руку... Вот у Вити... У Вити Миллера не носит жена ножи. Вот, например, правильно он сразу вспомнил, что вот у нас есть прекрасная представительница, прекрасные половины человечества, Анна Медведева в группе. У неё первоцеховый улучшитель именно как и DC. Она очень классные фотки выставляет, всё. То есть, он есть. Да не, хорошо очень порезал. На самом деле, шло под разговор очень так. Я просто смотрю, как-то я не совсем деликатно просто нарезал. Надо было потоньше. Просто уже хочется сесть спокойно закусить. Сегодня какой-то дурной день, очень суетной. Поэтому хочется немножко релакса. Хотя, совсем недавно я разговаривал на тему с понедельника возьмусь какие-то обещания. Нет, я не даю себе обещания, что я там начну с января, или после Рождества, или после Ставра Нового Года, или ещё что-то. Вот у меня гости скоро приезжают. Там вообще будет обжорство столько. Нет, я просто понимаю, что в какой-то момент всё. Всё, как-то всё устаканилось. Там, я не знаю, будет сушка, не будет. Надеюсь, что именно удастся нормально подсушиться. Вот этот как-то запах-то пошёл дивный. Я ещё думал, брать, не брать. Это у нас куриные бёдрышки, которые копчёные на настоящих дровах. Не знаю даже, как перевести с эстонского. Ну, в общем, осиновые, ольховые, по-моему, здесь или осиновые, ольховые дрова используются, и они на открытом дыму именно коптятся. Я могу сказать, суперское. Ну, вот. И я, конечно, был удивлён, когда недавно выходил из тренажёрного зала. У нас так сделано для мотивации, наверное. Такой коридор довольно, ну, не совсем длинный, но он всё-таки есть. И вот когда идёшь именно из зала в раздевалку туда, к администраторам, то в торце коридора, в конце коридора зеркало висит в полный рост. Наверное, для мотивации. Чтобы дрыщи поднакачавшись или толстуны слегка похудев, вот эти самые шаги, которые они делают до раздевалки, когда у тебя набухшее всё, и венка видна на бицухе, тогда вот ты с собой высечаешься. Я, конечно, выхожу из зала, и думаю, блин, а почему у этой мускулистой беременной дамы такое знакомое бородатое лицо? Ну, в общем, всему своё время. Так вот, у нас среди зрителей активных есть Наталья Чистова, который, ну, реально нажиман. Наверное, всё-таки неправильно применять термин наживуман, но это свой комрад, при ней можно материться, при ней можно, там, я не знаю, во время прямого эфира икать. Ну, что делать? Как говорится, сама выбрала такую среду общения. Правильно, сейчас всё пробую, ребят. Тут нужно немножко поднимать. То есть, есть женщины, которые именно они женщины, их никто не может подозревать в том, что они там какие-то, ну, там, неженственные, правильно? И они действительно не просто там носят какие-то ножи с собой. Нет, они именно в нашей тусовке. Они нажиманы. Реально, есть такие. Ну вот, где эта грань? Почему? И ещё раз повторюсь, не хватает статистических данных. Вот как много женщин, которые ножи, в принципе, неприемлемы. Ну, кроме-то, кухонный, конечно, предмет. Или там по грибочке съездить. А давайте даже не будем разрезать личинку наполовинке. Вот. Это, кстати говоря, очень классная деталь. Действительно узкий, длинный клинок. Да, немножко всё-таки не хватает. Видите, в самом конце здесь немножко подрывает. Но вся фишка в том, что коротким клинком вы так тонко, а нарезка у нас офисная, бутербродная. И тут нефиг размазаться. Тут нужно довольно быстро всё нашаманить, пока народ собирается. И вот как раз-таки вот здесь, на шамане, твичину получится очень удачно. На самом деле, вот финальный у нас раунд. Я очень доволен. Чисто, чётко, ровно, тонко. Всё как надо. Вот это вот молодец. Я думал, что здесь сейчас будет битва за ломтих. Ничего подобного. Ну, так вот. В общем, ребят, делитесь в комментариях. Нож мне нравится, как он по продуктам работает. Действительно нравится. Но дамским его называть, я считаю, не стоило. Это уж, конечно, автору виднее. Но понимаете, с одной стороны здорово. Захотели как-то изящно назвать. С другой стороны, ну вот я мужик. Не просто мужчина. Я действительно мужик. Грубый. Частично невоспитанный. И прочее, и прочее. Мне нравится этот мерзавчик. Почему нельзя было назвать там, я не знаю, палочка-выручалочка или если уж говорить, выходить на международный уровень, стик или еще как-то. То есть, почему дамский? Сразу же ограничивает меня в правах. Потому что «О, классно! А что у тебя за нож? Как называется? Ну, это Назарова. Ну да, понятно. А как называется? Ну? Ну, в общем, Назарова нож. Но это я шучу. На самом деле ничего плохого я в этом названии не вижу. Это все больше такой легкий троллинг. Прикольно. Понравилось. Удивила рукоять. Я думал, что будет неудобнее. А на самом деле совершенно все спокойно. Нож невероятно управляемый. Практически ни хрена не весит. Поработал на славу. Заводская заточка могла бы быть поизящнее. По помидорам скользил, по паприке скользил. Этого, конечно, не отнять. Все. Пишите. Жду ваших комментариев на тему того, как часто ваши знакомые женщины или ваши женщины носят нож, как EDC-предмет. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...